Но злой волшебник заколдовал принцессу, и она заболела. Чтобы вылечить принцессу, принц отправился на поиски четырехлистного клевера, исполняющего желание. А что такое клевер? Это растение. И обычно у него три листочка. Но если найти клевер с четырьмя листочками, существует поверье, что можно загадать желание. И оно сбудется? Обязательно сбудется. Алло. Андрей, это просто дурацкое недоразумение. Я вообще не ожидала, что он придет туда еще и шампанским. А обычно вы шампанское у него дома пьете? Ну, знаешь. Не веришь, дело твое. Я тоже устала перед тобой оправдываться. Давай решим теперь насчет детей. Я сам справлюсь. Не справишься. Давай не будем мешать наши с тобой отношения и детей. Я и дальше буду забирать их с учебы и помогать тебе. Так. Пора спать. Ксюш, вытаскивай. Спокойной ночи. 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 Ты что, теперь живешь на улице? Ну, конечно, нет. Я сниму квартиру. Тебе, наверное, там грустно. Я стараюсь много работать, чтобы об этом не думать. Стенка, стенка, потолок, две ступеньки, дынь, звонок, все, дынь. Так, что это мы тут делаем? Еще четырехлистный клевер, который исполняет желание. Хочу, чтобы мама выздоровела. Где же тот клевер? Доброе утро. Доброе. Юль. Ты как? Нормально. Слушай, ты прости за тот вечер. Я правда не думал, что так может получиться. Да все нормально. Ты надолго съехала от Андрея? Я не знаю, надолго ли я съехала, но сейчас нам точно нужно пожить отдельно. Я пойду. Юль. Прости. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, ты уже закончила? Слушай, там открылся новый торговый центр с крутым дизайном. Может, сходим, посмотрим, заодно и развеемся? Я не могу сегодня. Мне надо Милую из садика забрать. Я думал, что после того, как вы разъехались, ты детьми не занимаешься. Андрей сам не справится. Я побегу, Вань, ладно? До завтра. Давай. Ух уж эти детки. Это кто не хочет идти в садик, а? А если поймаю? А если поймаю? Палась? Ксюша, Рома, давайте быстрее. Опоздаем. Все, все, попалась. Все, давай, одевайся. Ксюша, не забудь реферат. Да. Я открою. Помогите из-за реодицы. Окей. Давай, Мил. Давай одну ручку сюда. Здравствуйте. Андрей Кудрявцев? Здравствуйте, да. Вы кто? Муравьева Алина Борисовна. Я из соцопеки. Здесь проживают несовершеннолетние Милана Роман и Ксения Михайлова. Да, здесь. Вот они. Нам стало известно, что их мама в коме, и меня прислали посмотреть, в каких условиях сейчас содержатся дети. Да, конечно. Проходите. Тетя, поздоровайтесь с тетей. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, дети в порядке, квартира тоже. Но, как вы и говорили, он без работы. Ну, это достаточное основание. Отобрать детей на этом основании очень трудоемкий процесс и займет много времени. Ну, я думаю, вы что-нибудь придумаете. Я понял. Все, последнее. Держи. А когда мы гулять пойдем? Как только Андрей вернется с магазина. Хорошо, пойдем. О, кстати, вот Андрей. Пошли, Сергей Ильич. Привет. Здрасте. А дядя ваш дома? Да нет его сейчас. Андрей. Что здесь происходит? Андрей, они хотят нас забрать. Там мы, нам действительно нужно забрать детей, они больше не могут здесь находиться. Что значит забрать? На каком основании? Что это? Решение комиссии. Какое решение? Кой комиссии? Что происходит вообще? Ничего не понимаю. Вам и не надо ничего понимать. За разъяснениями обращайтесь в соц.опеку. А сейчас не мешайте нам делать свою работу. Никуда они с вами не поедут. Я не дам вам забрать детей, ясно? Уходите отсюда. Уходите, кому сказал. Гражданин Кудрявцев, не создавайте проблемы ни себе, ни людям. Значит так, слушайте меня понимательно. Все будет хорошо. Угу. Дидя, не переживайте, все хорошо будет. Андрей, вы нас забираешь? Куда вы их везете? Что это за место? Скажите хотя бы адрес. Я не знаю, что это за место. Куда вы их везете? Милая, не переживайте, все будет хорошо. Слышите? Ксюша, Рома, не пугайтесь, я вас заберу обязательно. Слышите? Все будет в порядке. Все будет хорошо, не пугайтесь. Все будет хорошо, не бойтесь, я заберу вас обязательно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пустите меня! Пустите меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не пойду туда. Не пойду. Посидишь здесь. Потом я решу, что с тобой делать. Вы сидите. Откройте дверь. Откройте немедленно. Выпустите меня. Выпустите меня. Зараза маленькая. Выпустите меня немедленно. Выпустите. Медленно. 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 Нет. Нет. Не сюда. Юль. Как это произошло? Откуда они вообще взялись? Не знаю. Может, из школы позвонили. Может, соседи. Сейчас это не важно. Пойдем. Я же вам объясняю. Решение принято на основании, что вы безработный. То есть, если у человека временно нет работы, у него можно забрать детей? Ну, если бы вы были их отцом, это, конечно, было бы другой случай. Я их родной дядя, единственный родственник, а не какой-то там бомж без средств к существованию. Ну, вот это вам нужно доказать. А пока дети находиться с вами не могут. Подождите. Но у меня есть работа. Я жена Андрея. Ну, вы ведь ушли от него. Подождите. Мы говорили с вашими соседями. Но это не ваше дело. Все, что касается детей, это мое дело. И я не могу допустить, чтобы они жили с дядей, у которого нет работы, и от которого к тому же ушла жена. Просто как-то бред это все. Я действую в интересах детей. Где они сейчас? Я хочу их увидеть. Сначала их распределят в детдом, а потом вы сможете их увидеть. Значит так. Слушайте меня внимательно. Я детей своих заберу. Ясно вам? И не дай бог, их кто-нибудь пальцем тронет. Извините. Черт, я его ведю, а? Я была такая спокойная. Сидит, так разговаривает. Детский дом, детский дом. Вообще. Андрей. Я тебя прошу. Держи себя в руках. Нервными ничего не добьешься. Ты права. Спасибо, что приехала. Ну, как я могла не приехать? Слушай, я понимаю, что сейчас не самое лучшее время и место, но я бы хотел перед тобой извиниться. Юль, прости меня. Я просто ревнивый дурак. Я знаю, что у тебя ничего не было с Чайкиным. Послушай, давай сначала заберем детей, а потом решим, что делать с нами. Я просто не знаю, что мне делать. Боже, это я вовсе не виновата. Если бы мы с Андреем не поругались, если бы я в этот момент была дома, это бы вообще ничего не произошло. Успокойся. Хватит винить себя. Все будет хорошо. Да как? У меня есть определенные подвязки, и я ими воспользуюсь. Правда, Вань? Я прошу тебя. Я прошу тебя, сделай что-нибудь. Хорошо. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, что за срочность. Детей нужно вернуть назад. Как вернуть? Вы же просили меня... Да, сейчас прошу, чтобы дети вернули обратно их дяди. Как скажете? Только не сейчас. Вы их отдадите, когда я в следующий раз приеду с Юлей. С женой их дяди? Это не имеет значения. Делайте так, как я сказал. Просто она должна видеть, что вы их отпускаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В общем, не переживай, все будет хорошо. Я со всеми поговорил, с всем дозвонился. Единственное, что не получится детей забрать сегодня, но уже хорошо, что мы можем их увидеть. Спасибо тебе огромное. Я позвоню Андрею, он тоже должен поехать. Подожди. Я все понимаю, но стоит ли? Андрей все-таки парень импульсивный. Я не хочу, чтобы все ушло из-под контроля. Давай я тебе пока одну завезу. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Валер, иди сюда. Иди, дорогой. Скажи мне, где монитор, который запечатанный стоял в подвале? Что? Что ты машешь? Идем, я тебе покажу. Идем, 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 идем. Так, выводи детей. Бегом. Давай, давай. Что случилось? Пожарная детализация. Пробежали. Роман. Слушай, давай быстрее. Подожди, я взял его. Давайте быстрее. Пошли. И бежим. Выходим, спокойно. Быстро выходим. Валера, да, проследи, что все построились. Выходим, 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 выходим. Я не шумеваю, подожди. Не надо шуметь. Все, выходим. Быстрее. Пожар. Мила. 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 Милочка, вверх. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Ручки не переживай. Все хорошо. А ты что? Пошли. Все, мы уже едем к Андрею. Все нормально. Пошли, давай. Давай, все хорошо. Давай. Открывай двери. Все, пошли. Линя Борисовна, кто-то включил пожарную сигнализацию. Трое детей пропало. Те, которые приехали с вами. Ладно, давайте заводите детей внутрь. Понял. Валера, Валера, заводим детей. Так, все заходим, спокойно заходим вовнутрь. Все уже нормально. Уже не волнуемся. Все, все. Не бежать, спокойно заходим. Все. Здравствуйте. У нас что-то случилось? Где мои дети? Кто-то включил пожарную сигнализацию, и ваши дети пропали. Как пропали? Откуда я знаю? Пришли с полиции, написали какой-то акт, забрали детей и уехали. Написано акт обследования условий пребывания ребенка, находящегося в обстановке, представляющий угрозу его жизни или здоровья. Поверьте мне, у меня прекрасные и замечательные условия. Да! Извините, я вам перезвоню. Андрей, Андрей, Андрей! Я так соскучилась. Вы что тебе делаете? Мы сбежали. С ума сошли. Проходите быстрее. Вас не обижали? Нет. Все хорошо? Да, все отлично. Я вам обещаю, что я никогда, никому больше не позволю вас забрать. Андрей! Юля! Слава! Я по тебе очень сильно соскучилась. Я так испугалась. Ты не поверишь. Даже не подходите. Мы вам детей не отдадим. Тогда я позвоню в полицию. Звоните, кому хотите. А он что здесь делает? Давайте сделаем так, как мы с вами договаривались. Это уже слишком далеко заходит. Мы же друг друга понимаем. Я постараюсь. Так, дети, давайте. Идите в комнату. Хорошо. Идем. Пошли. Ну, слава богу. Я не позволю вам добрать детей. Что вы делаете за беспредел? Мои адвокаты сотрут вас в порох. Ну, все, она ушла. Сегодня детей у вас уже не заберут. Ну, а завтра я займусь ими. И обещаю, что я не успокоюсь, пока детей не оставят в покое. Спасибо. Серьезно? Чайкин? То есть Чайкин теперь будет заниматься этим вопросом, да? Кудрявцев, если захочешь, чтобы я тебе все нормально объяснила, позвонишь. А бременским музыкантам дом понравился, и они остались в нем жить. Не выключай. Я боюсь. Чего ты боишься? Так придет тетя и опять заберет нас. Я обещаю, что она больше не придет. А тот дядя. Какой дядя? Который приходил с ней и с Чайкин, что ли? Его точно не стоит бояться. Он Юлин друг. С той дядей он тоже дружит. Откуда ты знаешь? Я видела их вместе в детдоме через окно, когда меня забрали от Ромы и Ксюши. И что они делали? Разговаривали. А потом он ей дал какой-то конвертик. Она заглянула в него и, по-моему, улыбнулась ему. Добрый день. Курьерская доставка. Где я могу найти Юлию Кудрявцеву? Вон ее кабинет, но ее еще нет. Могли бы вы передать? Да, конечно. А, я понял. Спасибо. Я прошу, чтобы ты вернулась ко мне. Я знаю, как виноват и готов исправить свои ошибки. Твой муж Андрей. Привет. Какие цветы кому? Тебе. Мне? Ну да, я просто подумал, что нужно сделать тебе приятное. На тебя в последнее время столько навалилось. Спасибо, очень красивый. И, кстати, это еще не все. У меня для тебя еще один сюрприз. Я договорился с соцслужбой. Они не заберут детей? Нет. Об этом тебе можно больше не беспокоиться. Спасибо огромное. Молодец. Так, теперь с тобой. Так, пиши задачку. Вот 374-я. Для рагу повару нужно 6 килограмм картошки, моркови в два раза меньше, а лука в два раза больше, чем моркови. Сколько лука потратил повар? Да из этого ерунда получится не рагу. Пиши. Повар дурак, не умеет готовить. Ответ. Ладно. Чего ты все время смотришь на телефон? Я Юле утром отправил букет с запиской, и она мне почему-то до сих пор не отведила. А ты не хочешь к ней лично поехать и поговорить? А я ему говорю, что мы на потолке сделаем дверь, ну типа как прикол. А он такой, а в какую сторону она будет открываться? Да, я знаю, я с этим заказчиком уже работал, у него постоянно такая штука происходит. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я буду скучать. Я тоже. Пока. Давай. Пока. Так. Все, давайте, уроки делайте. А, ладно. Спасибо за продукты. А я вот еще хотела оставить. Не надо, я не возьму. Ну, Андрей, я же на детей оставляю, а не тебе. Спасибо, мы справимся. Я не возьму его деньги. Кстати, ты знаешь, что, судя по всему, этот Чайкин подстроил весь этот цирк с соцопекой? Опять? Ты серьезно? Может быть, ты забыл, как Ваня помог нам? Я уверен, что это была часть его гениального плана. Ты сошел с ума окончательно. А теперь не настораживает? Стоило этой женщине из соцопеки забрать детей, как тут же появился твой Чайкин и неожиданно все решил. Потому что я ему все рассказала и попросила помочь. Какой благородный рыцарь. Я даже не удивлен, что ты его защищаешь. А я удивлена, что мы с тобой четыре года прожили. Ужас'я не было, что ты его зашел. Я хочу чисто на весь этот дом, это салтельный. Это салтельный, как куринация. Масшу, сама кух AFLCO. Реально, что мне нужно. Как ты, в принципе, неудачно. вообще свой ресторан открыла. Я думал об этом. Просто на это нужны деньги. Ну, так возьми в кредит. Зато потом будешь сам себе хозяин. Обещаю об этом подумать. Кстати, скоро же у кого-то день рождения. Мил. Не хочу я никакого дня рождения. Почему? Не хочешь празднования и подарков? Не хочу и все. Что с ней? Она всегда так? Она не хочет свой день рождения, потому что на нем не будет мамы. Это что, получается, у нее вообще никакого праздника не будет, что ли? Слушай, у меня появилась идея. Только мне нужна будет ваша помощь. И обещайте, что Миле ни слова. Запросто. Привет. Привет. Ты что, в детство ударилась? Да нет, у Милы сегодня день рождения. Ты пойдешь? Ну, конечно. Там же Андрей будет. Ну, и что? Я иду туда ради Милы, ради детей. Ну, да. Как в садике дела? Да все, как обычно. Ой-ой-ой, смотри, кажется, свет пропал. Да. Так, хорошо, что у меня свечки есть. Так, раздевайся. Это тебе? Нет. О, спасибо. Держи. Спасибо. Ботинок снимай. Ой. Темноты не боишься? Ой. Что это такое случилось с Милой? Что это? Куда вы попали? Здравствуйте. Меня зовут... Белоснежка. Правильно, я Белоснежка. Добро пожаловать в наше королевство. А тебя как зовут? Мила. Приятно познакомиться. А еще в нашем королевстве живет чудесный... Замбий. А ты знаешь, что в нашем королевстве нету принцессы? Поможешь нам ее найти? Конечно, помогу. Хорошо. Тогда слушай внимательно. Нам нужна красивая девочка. Лет пяти, а еще лучше шести. Примерно вот такого роста. И с очаровательной улыбкой. Не видела такую? Я буду принцессой. Ты? А ты справишься? Конечно, справлюсь. Хорошо. Тогда садись на свой трон. Трон, теперь он твой. Спасибо. Теперь ты стал самой настоящей принцессой. О! И теперь в нашем королевстве появилась принцесса. И все было хорошо до того момента... До того момента, пока в королевстве не появился злой волшебник. Я вас сейчас всех заколдую. О, Господи! Принцесса Мила, помогите нам избавиться от этого злого волшебника. Нагони на него зомби! Дорогой зомби, я приказываю тебе, прошу тебя, прогнать злого колдунчика! О, Господи! О, Господи! О, Господи! Уходи! Уходи! Мы победили! Мы победили! Победа! Так, а что это у нас? Загадывай желание. Ура! Да, ну все, давай. Пока. До свидания. До завтра. Да, конечно, я все понял. Юль, подожди. Мне звонил только что клиент из боулинга. Он хочет тот более молодежный вариант дизайна. Он с ума сошел? Нам завтра материалы привезут. Вот именно. Нам нужно переделать все накладные, иначе все, что завтра привезут, нам нужно будет просто выбросить. Боже мой. У Милы сейчас день рождения. Я и так уже опаздываю. Мне правда очень жаль. Но если мы сейчас этого не сделаем, компания понесет колоссальные будки. Да. Да, конечно, сделаем. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие люди. А мы вас уже не ждали. Праздник уже закончился, так что простите, вы немножко не вовремя. Да. Можно я Миле передам подарок? Мила уже спит, поэтому оставь, пожалуйста, здесь. Я утром ей передам сам. Андрей, у нас на работе случился форс-мажор. Мы сидели, разбирали накладные. Я не могла уйти. И что это за форс-мажор такой, который важнее дни рождения ребенка? А, я даже знаю, как его зовут. Да, его зовут Ваня Чайкин, мы с ним вместе работаем, это мой начальник. Судя по всему, уже не просто начальник, да? Передашь. Передашь? Ложи. Спасибо. Дети! Привет! Привет! Да, все сюда, смотрите, что покажу. Манька, давай еще? Па-бам! Это... Это что, деньги на ресторан? Да. Я заложил квартиру, и в банк мне выдали кредит. Это много, это мало. Это очень много. Достаточно, чтобы открыть свой ресторан. Андрей, это же отлично! Я тоже так думаю. Уверен, что когда ваша мама поправится, она тоже это оценит. Круч! Капец. Идеально. То, что нужно. Теперь вы понимаете, почему я не хотел, чтобы здесь был обувной магазин или что-то подобное? Здесь обязан быть ресторан. Много людей, музыка, уютная атмосфера и непременно великолепная кухня. Я рад, что вам нравится моя идея. Ну вот. Если вас все устраивает, давайте подпишем документы. Ну и помещение ваше. Но у меня есть одно условие. Когда откроете ресторан, чтобы была мне скидка. Потому что я собираюсь быть вашим постоянным клиентом. Договорились. А если будете молодцами, я друзей потяну. Ну отлично. Прошу. Прошу. Привет. Начинаем операцию спасения. Кого и от чего будем спасать? Тебя от серых будней проблем. Ну и тебе ведь нужно развеяться, а это место как-никак лучше подходит. Милый ресторанчик новый. Недавно открыли? Ну, ну да. Столик я уже заказал, потому что там очередь на две недели вперед расписана. Умеешь-то уговаривать? У тебя полчаса на сбору. Стой. Открывай глаза. Я узнаю это место. Несмотря на то, что здесь сделали ремонт. Да. Это ресторан, в котором у нас было первое свидание. Да, раньше было все намного проще. Ну да, они за эти годы нормально поднялись. Ну и мы на месте не стояли. Что? Да ничего. Просто вспомним, когда мы с тобой здесь были в первый и последний раз. Ну да. А я очень боялся, что ты сделаешь заказ. больше, чем я смогу оплатить. Я очень стеснялся тебе об этом сказать. Спасибо тебе, что заказ был скромный. То есть ты думаешь, это было случайно? Серьезно? Ты знала? Вань, надо было лицо твое видеть, когда ты в меню заглянул, как твои глаза на лоб полезли. Но сегодня я скромничать не буду. Да. Да. Заказывай все, что угодно. Готов, да? Конечно. Зовем. Давай. Благодарю. Благодарю. Так вот я впервые в жизни и понял, что я чего-то достиг. Ты многого достиг, не скромничай. Ты настойчивый. Да. Но, как выяснилось, нужно мне и совсем другое. Что? Кто? Человек, с которым бы я просыпался каждое утро, к которому бы я спешил после работы. Ты ведь тоже этого хочешь? Все, Ваня, этого хотят. Юра, ты достойна счастья. Рядом с тобой должен быть человек, который не критикует тебя, не обвиняет, а видит тебя такой, какая ты есть, настоящую. талантливую, смешную, безумно красивую. Спасибо, Ваня. Мне очень приятно слышать эти слова. И это действительно чудесный вечер. Это только начало. Узнаешь? Потанцуем. Ну, конечно, потанцуем. Твоё ощущение, что всех этих леб без тебя не было. Даже если они и были, это я просто хочу забыть, вычеркнуть. Хотя, знаешь, какая разница, если мы сейчас здесь вместе? Ваня, прости, мне уже много. Ваня, ты понимаешь? О, Боже. Господи, идём отсюда. Сырка. Сырка. Да, проходите. Здравствуйте. Приехал, как только смог. Вы сказали, что это не телефонный разговор? В общем, нужна операция. Мы можем её провести. Так, а почему вы не говорили про неё раньше? Мы надеялись на улучшение, но чуда не произошло. Показатели ухудшились, но вариантов других нет. Хорошо. Что от меня нужно? Моё согласие или что? Не только. Операция стоит немалых денег. Андрей, что-то случилось? Да, Ксюш, я только что был в больнице. В общем, состояние твоей мамы очень сильно ухудшилось. Ей нужна срочная дорогостоящая операция. Это же деньги на твой ресторан? Да, но здоровье твоей мамы сейчас самое важное. Я тебя попрошу, не говори ничего младшего. Пока. Хорошо. Алло. Привет. Андрей, мне нужно с тобой поговорить. Юль, слушай, давай в другой раз. Я сейчас в больнице, просто сестре делают операцию. Привет. Привет. Что, есть какие-то новости? Они уже четыре часа там оперируют. Понятно. Ты хотела о чем-то поговорить? Да. Андрея. мне жаль. Мне жаль. Операция прошла неудачно и ваша сестра по-прежнему в коме. Мы бессильны. И что теперь сделать? Что это? Вы единственный близкий родственник, и поэтому нужна именно ваша подпись. я не буду это подписывать. Поймите, Михайлова не выйдет из комы. По сути, она уже мертва. Другого пути нет. Я не буду это. Что это? Что я детям скажу? Что я их маму убил? Андрей, ты сделай все, что смог. Я не могу поверить, что это конец. Я просто к этому не готов. Послушай, тебе не обязательно принимать решение сейчас. Приди в себя. Подумай. Ну отдай, ну отдай, ну отдай, пожалуйста, отдай. Много мультиков смотреть вредно. А это смотреть не вредно? Нет, не вред. Ой, Андрей. Что у вас тут происходит? Ксюша не хочет мне давать пользу, чтобы я опять переключила на мультики. И не хочет сама переключать на мультики. Дети, я... Я хочу вам кое-что сказать. Что сказать? Что я очень сильно вас всех люблю. А я тебя еще сильнее люблю. Я знаю, о чем ты хотел поговорить. Знаешь? С вами взрослыми всегда так. Вы живете себе, хорошо живете. А потом что-то делаете и страдаете оба. Ты о чем вообще? Ну я про тебя и Юлю. Ты ведь об этом хотел поговорить? Да, об этом. Это называется кризис в отношениях. Такое бывает. Но на самом деле, в глубине души вы любите друг друга. И ты должен ей это сказать. И будь искренним. Мы это любим. Приятно получать советы от такой опытной девушки. Возможно, Юлю можно было бы вернуть, если б не этот Чайкин. Что за фамилия вообще такая Чайкин? Он как пауга затащила свою паутину, не отпускает. Ну а ты же сам говорил, что он это все подстроил. Да, только Юля никогда в жизни в это не поверит. Если только я не даст она доказательства. Ваш заказ, пожалуйста. Благодарю. Спасибо. О чем ты хотела со мной поговорить? Я думаю, что наше дальнейшее общение не может продолжаться без правды. Поэтому я тебе сейчас все скажу, как есть. А ты делай, как знаешь. Хорошо, я слушаю. Ты же понимаешь, что мы с Андреем прожили вместе несколько лет. И более того, он является до сих пор моим мужем. Наши отношения с Андреем на данный момент закончены. Но произошло кое-что неожиданное. Очень неожиданное. Я беременна. Я беременна. Пожалуйста. Благодарю. Юль, подожди. Юль, подожди. Прости, правда, это не очень неожиданно. И… Если честно, это не имеет никакого значения. Я понимаю, что у тебя есть прошлое, и я полностью его принимаю. Я уверен, что ты будешь хорошей мамой. Если ты мне позволишь, я готов быть рядом с тобой и воспитывать твоего ребенка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СПОКОЙ ЧАСОВ СПОКОЙ ЧАСОВ ТОМОН СПОКОЙ ЧАСОВ СПОКОЙ ЧАСОВ СПОКОЙ ЧАСОВ Твои слова. Как к этому Андрея относятся? Он не знает. Угу. У него же сейчас трагедия все в строй. Я подумала, что сейчас не лучшее время для разговора. Ну да. Наверное, ты права. Почему? Он же отец. Нравится мне это или нет. Согласись, что для Андрея ты никогда не была на первом месте. Сейчас тебе нужно думать больше о себе и о ребенке. А Андрей сейчас тебе только проблемы приносит. Может быть, ты и прав. Андрей, ты должен попробовать. Это бесполезно. Ты видела эту женщину из соцопеки? Она никогда в жизни не признается, что Чайкин ей заплатил. Ну, тогда поговори с Чайкиным. Зачем? А вот зачем. Это бесполезно. Ты видела эту женщину из соцопеки? Она никогда в жизни не признается, что Чайкин ей заплатил. Ну, тогда поговори с Чайкиным. Короче, ты спровоцируешь Чайкина, выведешь его на чистую воду, а телефон в кармане все это запишет. Классно я придумала. Ну, что, как тебе? Я все тебе на почту отправил. Да, я видела. Я не уверена. Ну, это очень хорошая клиника с очень хорошими врачами. Пройдешь в них полное обследование. Они будут тебя везти. Я понимаю, но это очень дорого. А у меня возле дома прекрасная поликлиника. Ну, милая, ну, не думай вообще о деньгах. Комендарь, самое важное, это твое здоровье и здоровье ребенка. Хорошо. Можно немножко подумать? Да, конечно. Я же до тебя на парковке. Привет, Ваня. Говорим? Какие люди? Что, думаешь, тебе это все с рук садет? Думаешь, может, давать взятки, забирать детей и после этого выгляди в глазах Юли героем? Я тебе сейчас... Что ты мне сейчас? Я тебе сейчас правду расскажу. Юля ко мне обратилась и попросила помочь. Я помог спасти детей. Вот и все. Подожди. Тебе что, правда не нравится? Дело все в том, что ты думаешь, что я плохой. А я хороший. И умный. Ты же не дурак. Понимаешь, с кем связался, да? Понятно. Лада, ты дурак. Объясняю. Юля моя. То, что мы с ней расстались, это все чистая случайность. А я всегда добиваюсь своего. Всегда. Понял меня или нет? Понял! Андрей! А он подкараулив меня здесь. Сказал, чтобы я тебя не трогал и начал избивать. Что? Уходи. Не трогай ее. Уходи, пожалуйста. Ты не знаешь, что он сделал. Уходи отсюда, а то я сейчас вызову полицию. Можно я? Тебе больно? Она все равно узнает, какой ты. Ясно? Слушай, я мог бы, наверное, написать заявление, но я этого делать не буду. Вместе ты удел слабых. Я решила, я буду разводиться с Андреем. Давай найду тебе адвоката. Я сама справлюсь. Юля, я понимаю, что ты можешь сделать все сама. Ну, теперь у тебя есть я. И я очень забочусь о тебе и о твоем ребенке. Давай я тебя отвезу в эту клинику, пожалуйста. У вас восьмая неделя. Посмотрите на экран. Это ваш будущий ребенок. Он пока еще в стадии эмбриона. Он только формируется. Сейчас образовалась только головка. Потом появятся ручки, ножки. А через месяц мы сможем увидеть пальчики и сосчитать их. Хотите услышать маленькое чудо? Это сердечко вашего ребеночка. Поздравляю вас. Спасибо, что ты так обо мне заботишься. Я и подумать не могла, что ты можешь так отнестись ко мне и к моему ребенку. Поздравляю вас. Поздравляю вас. Нас. Ты ему сказала? Нет еще. Но я теперь знаю, что ему нужно сказать. Отвези меня к нему. Да, поехали. Не думал, что ты его с собой притащишь. Ты сказала, это не телефонный разговор? Да, Андрей, я подаю на развод. И я прошу тебя мне больше не звонить, не писать, не преследовать меня. Иначе я обращусь в полицию. Юль, ты с ума сошла? Подожди меня в машине, я сейчас. Слушай, если от нас не отстанешь, один звонок, и у тебя заберут детей. Ты же этого не хочешь? Отлично. Я ищу, мамочки. Ищу во всех горшках. И обязательно найду этот клей. Я тебя так сильно люблю. Я хотел сказать, что я начал преуспевать в спорте. Тренер говорит, я с 7-метровыми шагами вперед двигаюсь. Скоро на соревнования поеду. А я должна признаться, что когда ты впала в кому, я начала курить. Но ты не волнуйся, я уже бросила. Заздоравливай скорее. А ты ничего не хочешь сказать? Она же все слышит, просто не может ответить. Свет. У тебя прекрасные дети. Я такой дурак, что я не понял этого раньше. Мы все очень по тебе скучаем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Кстати, Андрей, а как у тебя дела с рестораном? Никак. Кредит мне больше никто не даст. Так что эта идея, наверное, откладывается на неопределенное время. И ты теперь ничего не будешь делать? Что где остается? Слушайте, кажется, я знаю, где достать деньги. Красота! Теперь вы понимаете, почему я хочу открыть здесь именно французский ресторан? Это место просто идеально подходит под ресторан настоящей французской кухни. Андрей, а вы думаете, у нас много поклонников французской кухни? Нет. Почему? Потому что у нас нет культуры, нет понимания, как делать ресторан. Потому что все рестораны – это просто пародия. А нет, Андрей, вы заблуждаетесь. У нас нет французских ресторанов, потому что людям это не нужно. Им нужны суши и пицца. Все остальное – обреченной провал. Поверьте, это я как ресторатор с двадцатилетним стажем говорю. Но бывают же исключения. Бывают. Но риски слишком большие, а шансы слишком маленькие. Слушайте, а давайте откроем тут пиццерию и назовем ее, вашу честь, Адриану. Хороший день. Нет, слушайте, лучше. Давайте откроем суши-бар и назовем его суши от Андрюши. Представляете? Но мы за полгода отобьемся. Алексей Петрович, я могу быть с вами откровенным? Ну да. Понимаете, я готовлю, можно сказать, всю свою жизнь. С детства. И так уж вышло, что французская кухня – это то, что мне ближе всего по духу. Я хочу делать то, что я люблю. И не хочу готовить пиццу. И тем более я не хочу готовить суши от Андрюши. Поэтому у меня будет французский ресторан, и не будет никакого. Ну что ж. Жаль. Жаль, Андрей. Вы мне нравитесь. А насчет пиццерии подумайте. Хорошая идея. ПОСАЛИЯ 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 Ай, бог с ним. Ты же получил деньги на ресторан? Нет, не получил Не будет никаких денег И, видимо, ресторана тоже не будет И ничего не будет Да, алло Андрей Я тут вспомнил Вашу вкуснейшую косуле И решил еще раз вернуться К вашему предложению По поводу ресторана французской кухни Давайте так Я приглашу своих Французских партнеров А вы приготовите нам французский ужин И если это будет так же безупречно Как ваше косуле Я инвестирую деньги В открытие вашего ресторана По рукам Я вам обещаю, вы не пожалеете Так, времени у нас немного Поэтому сейчас разберем пакеты Потом мы будем делать заготовки А я сейчас так готовить буду? Сможешь воду в кипятке? Естественно Вот там кастрюля Так, ты поможешь мне резать овощи А я что буду делать? А ты помоешь перец Слушаюсь А Юля могла бы нам помочь Давай не будем больше про Юлю Юля выбрала Чайкина Я ей не нужен В этой истории поставлена точка Но она же не знает Какой Чайкингад Что ты мне предлагаешь? Ну, поговори с ней Я больше не буду с ней разговаривать Я от этого устал И что, ты так просто сдался? Ксюш, давай, пожалуйста Не будем больше говорить про Юлю Какой же ты слабак Ксюш! Ксюш! А где Ксюша ушла? А что случилось? Нас стало меньше, работы больше Ксюш, давайте быстрее Мне нужен редис ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло Это Ксюша Можем увидеться? Вообще-то я работаю Что-то случилось? Держи Спасибо Спасибо Что ты здесь делаешь? Да так, мимо проходила Подумала, что никогда не была у тебя на работе Ксюш, ну мы же не маленькие А у вас с Андреем все? Я тебе так скажу Андрей Своим поведением Сделал все Чтобы я к нему не вернулась Хотя я хотела Но он любит тебя Слушай, Юль Здесь проект нужно поверить срочно Хорошо? Да, сейчас сделаю И ты помнишь, что мы сегодня договорились? Поужинать помню Хорошо Значит, ты Андрея бросила ради этого? Ксюша Ну ты его глаза видела? Хитрющие Если бы не он Вы бы сейчас были в детском доме Да он это все подстроил Так Я понимаю, что тебя Андрей наговорил не бог весть что Но кроме Андрея есть и другие люди Мне надо работать Я тебя провожу Спасибо, сама отойду Я к вам Заходите Спасибо, сама отойду Да, все верно Как я просил Романтическая музыка, свет Обязательно, чтобы был проектор и экран Пожалуйста, не подведите Для меня это очень важный день Хорошо Да Да Да, я его жду Сейчас встречу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Рады приветствовать вас в нашем скромном заведении. Добрый вечер. Надеюсь, ваш ужин нам его не испортит. Ни в коем случае. А это? Это мои племянники. И сегодня по совместительству мои помощники. Милые детки. Я считаю, что кухня – место для профессионалов. Согласен? Полностью с вами согласен. Это мои французские партнеры. Селюшев Андрей. Точно. Идем. Прошу. Чай, кофе? Нет, благодарю. Проходите. Не понимаю, почему вы так настаивали, чтобы я приехал к вам? Почему мы не могли поговорить в клинике? Понимаете, у меня очень специфический разговор к вам. Мне вас порекомендовали как человека, который многое может. Детей – это, конечно, хорошо. Но Юля беременная не от меня. Ну что ж, срок еще позволяет. Если вы с Юлей уверены в своем решении, то мы можем приступить к процедуре аборта. Понимаете, как получается, Юлия как бы хочет этого ребенка. Нужно все сделать так, чтобы она ничего не подозревала. Это как? Ну, вы же врач. Уколите ей что-нибудь, я не знаю. Сделайте так, чтобы произошел выкидыш. Я не хочу, чтобы этот ублюдок родился. Но вы понимаете, что вы просите? Ведь это же убийство. Нет. Это плод. Я вам заплачу, сколько вы захотите. Даже больше. Конечно, я кручусь как могу. Справки липовые выписываю. Диагнозы иногда ставлю, какие кому надо. Но вот именно поэтому я к вам и обратился. То, что вы хотите, на это я никогда не пойду. Никогда больше мне не звоните. Подождите. Постойте. Делайте так, чтобы нет выкидыша. Я просто не хочу, чтобы этот ублюдок родился. Юля. Я не люблю ее сюрпризы. Мой сюрприз тебе понравится. Обещай. Ну, ладно. Луковый суп. Говоришь, ей в столь ответственный ужин подать луковый суп? Именно. Потому что луковый суп – это визитная карточка французской кухни. Главный секрет – медленное томление лука. Чем дольше томится лук, тем лучше результат. Интересно, что нас ждет дальше. Мое фирменное блюдо. Нежнейшее телячье печень по-лионски. Да, вы гурман, Андрей. Ну, коль скоро у нас пошла такая леонская кухня. Давайте-ка изменим ваш изначальный план. Приготовьте-ка нам лосось со щавелем. Лосось со щавелем? Лосось со щавелем. Какие-то проблемы? Ромка, отбой. У нас новый план. Нам нужен лосось с щавелем. Быстро идти в магазин, купи филе лосось. Деньги в куртке. А перец порезать-то? Колпак не забудь снять. Хорошо. Ксюша, прости, сейчас не до тебя. Всегда, когда надо, трубки не берут. Пробуй. Что скажешь? Он лишь сырой. Отлично. В смысле? Отлично. В смысле? Это то, что нам нужно. Готовим блюдо к подаче. А мне можно попробовать? В смысле? В смысле? В смысле? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь так красиво. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сегодня особенный вечер. Я сам говорю. Спасибо. Полусыруй лосось? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Роза, настолько, насколько нужно. Вы молодец, Андрей. Вы молодец. Спасибо. Андрей! Андрей, ты что, вообще сдурел? Ты на телефон не смотришь? Так. Прошу меня просить. Иди сюда. Это что за выражение? Сейчас решается твоя жизнь. И не только твоя. Я знаю, я именно этим и занимаюсь. Где телефон? Вот телефон. Что случилось, Ксюша? Держи. Смотри. Дети, это, конечно, хорошо. Но Юля беременна не от меня. Простите, я... До свидания. Благодарю вас. И если ты не против, я взял на себя ответственность и заказал все сам. Я не против. Давай выпьем за нас. Ёль. Впервые, когда я тебя увидел, я понял, что ты есть та единственная. Потом, когда мы с тобой познакомились, я понял, что я хочу прожить с тобой всю жизнь. О, господи, я... Юля, ты выйдешь за меня? Не выйдет. Андрей, ты детей привел? То есть, такими способами ты теперь возвращаешь мое доверие, да? Я просто разочаровываюсь больше и больше. Подождите меня здесь, я сейчас. Юль, я знаю, что ты беременна. Еще я знаю, что он обманщик, он дал взятку в соцопеку, чтобы детей забрали. Так, все, я... Ваня, можно я, пожалуйста? Зачем ты так говоришь про Ваню? Ваня, в отличие от тебя, ведет себя как мужчина. Он помогает, когда нужна помощь, он заботится. И он, кроме всего прочего, принимает моего ребенка. Нашего ребенка. Моего. Ты его не хотел. У меня есть доказательства, что он хочет избавиться от нашего ребенка. Андрей, доказательства это поступки. Ваня сделал мне предложение. Прости за испорченный вечер. Я тебя нашла. Я тебя нашла. Ты... Юль! Дети-то, конечно, хорошо. Но Юля беременна не от меня. Ушли! Ну что ж, срок еще позволяет. Если вы с Юлией уверены в своем решении, то мы можем приступить к процедуре аборта. Понимаете, как получается? Юлия как бы хочет этого ребенка. Нужно все сделать так, чтобы она ничего не подозревала. Это как? Ну, вы же врач. Уколите ей что-нибудь. Я не знаю. Сделайте так, чтобы произошел выкидыш. Я не хочу, чтобы этот ублюдок родился. Но вы понимаете, что вы просите? Ведь это же убийство. Юль! Ты хотела убить моего ребенка? Юль, у нас могут быть свои дети. Зачем тебе ребенок от него? Счет, пожалуйста. Мы пытались тебе сказать, но ты не хотела нас слушать. Простите меня. Прости. Где Мила? Ребята, она же с вами была. Мила. 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 Мила! Мила, ты где? Мила! Мне кажется, я знаю, где она может быть. Больница рядом. Мама. 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 Я нашла. Я нашла клеймер желаний. Теперь ты поправишься. Поправишься. Мы бы ее непременно заметили. Мила. 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 Ну, слава богу. В порядке? Она не просыпается. Значит, сказки – это неправда? Ну, почему же она не просыпается? Ну, скажите мне, почему? Андрей, можно вас на минутку? Сейчас. Подождите меня. Андрей, вы все тянете, а так же вечно продолжаться не можете? Я просто не могу это подписать, понимаете? У меня рука не поднимается. Вы поймите, по сути, она уже мертва. Или вы хотите, чтобы она так существовала всю жизнь? Что это? Можно? Заявление на отключение пациента от аппарата жизнеобеспечения… В смысле отключение? Что это значит? Дети, это значит, что… Мама что, умрет? Ром, Ксюша… Уврей. Послушайте, дети. Садитесь. Ксюша… Ксюша… Наверное, врачи правы. Для нее будет лучше, если это все закончится. Ксюша… Я хочу, чтобы мама умерла. Ксюша… Ксюша… Я тоже. Ксюша… Ксюша… Мам, я же нашла кремль. Просыпайся. Просыпайся же, мама! Ксюша… Ксюша… Если для мамы так будет лучше, то мы готовы ее отпустить. Ксюша… 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 И когда? Сейчас. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет, я так не могу. Стойте! Нет, полежай, маму! Стойте! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я считаю, это успех. Наблегайшие две недели все столики расписаны. Если так дальше пойдет, придется расширяться. Алексей Петрович, а ты что, идея появилась? Франция же кулинарная очень богатая страна. Что, если мы будем устраивать вечера, посвященные отдельным регионам? Поддержим. Хорошая идея. Только давай так, давай ты все это оформишь в электронном виде, и отправишь меня на почту. Хорошо? Договорились. А теперь, Оля, к тебе. Здравствуйте. Здравствуй, Юля. Удачи. Спасибо. До свидания. До свидания. Привет. Чего, опоздала? Да заказчик попался такой привредливый. Но зато привет. Поздравьте меня, получила работу. Крюто. Вы лучше скажите, кто у вас? Да, кто? Мальчик или девочка? Или мальчик и девочка. А можно это пока останется секретом? Можно. Так, выбрали, кто что будет? Да. Я буду луковый суп и все-таки попробую лосося. Я тоже буду луковый суп. А я буду телевизором. А я подумала. Ну, пока Юля думает, кто поможет мне на кухне? Я! Кто последний, тот моет посуду. Мила, быстрей, 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 быстрей. Мила, быстрей, быстрей, быстрей.